Милость, уводи и греши. Создавая Господи, помилуй меня, не считая себя грешил, Господи, прости меня греши, помилуй меня. Я святей дары славы, стены молитвы. Аминь. Мы только что вернулись в священную богослужение. Сегодня 22 июня, как считают, очень трагическая дата нападения Германии. 22 июня. Это самый длинный день в году. Ещё два дня на одном месте постоит. И дальше уже на уголь пошло. Всё. Вот мы были в храме. Кое-какие замечания. Я сейчас говорю, она где-то блуждают. Вообще ничего не слышит. Неужели это не видно было? В школу сдавать нельзя. Её выгонят оттуда. Здесь тебя приучают. Самое трудное для Грекелия это сидеть спокойно. Вот она в храме сидит спокойно. Пусть сидит. Стульных нет. На ту сторону все перенесли стулья. Я уже переносил во время богослужения. Какая-то рука переносит. Я в этом вижу замысел врага. Они пустые стулья. Почему не поставить мне ребёнку стул? Ну ты видел, я прихожу, беру. Это что? Любовь к детям выражается в этом. Дальше. Стоят около стенки. Она сидит правильно. Народно там иногда повернётся. Где сидит два стула? На переднюю и на заднююю. То есть говорить не надо. Она засыпает. А впереди свёрнутый ковёр. Если она упадёт, она в ковёр в солнце, ничего нет. Если она сидит сзади, а здесь стул. А спинка у него фанера острая кверху. Она рубанётся глазами в сонные. Что с неё будет? Слепые стоите, ничего не видите. Я надеюсь, Васильевна показывает, пересади. Она ничего не понимает. Пересади местами. Это не спит сидит. Она может сзади сидеть. Это спит. Но дайте ей шанс выжить. Вы понимаете, сколько за этим стоит. Вы молитесь Богу или нет. Чего ж так с Вас это тянет? Дурнина-то такая. А этот стоит у нас в храмках выходишь. Справа жёлтая. Жёлтая. А посредине к алтарю выложены. Специально купленный этот линолеум. Закреплённый. Всё, он чёрный. Средний. Посередке встал. Там никто не приближается. Это вот она идёт, допустим, зато вот так вот хотя бы на ступню отступил. Вот это вот идёт к алтарю. Стоит посередке. Сзади ничего не видать. У всех, кажется, посередине алтаря. Кто ты такой? Почему ты стоишь внутрь алтаря и закрываешь всё? Я хотел подойти и сказать, никак. Никак. Потому что сзади смотрят. Я стал молиться. Молитва его не могла сделать. Никаких обид. Никто, запомните, никто, кроме одного вот этого человека, любящего Бога. А что это? Никого, кроме себя, не видеть или как? Вот я стою здесь, дверь сзади. Вот тут дверь захотите. Сзади приходят люди, стоят, они всё видят в алтаре. Зачем тебе остановиться посередине, торчать? Алтарь закрытый тобою. Что вы никогда не думали? Дальше. Сколько раз поясняю. Когда священник благословляет, то у него бывает что-то в руках. А что может быть? Крест. Чаша. Евангелие. Больше ничего нет. И когда он чем-то благословляет, Евангелие нужно перекреститься и поклониться. Не крестится её. Этот человек не перекрестился. Ездит по монастырям. Это основные правила. Почему я должен всё время долдонить и долдонить? Внутренним духом разве вы не чувствуете, что что-то не так? Вот у нас бывает прощённое воскресенье. Батюшка скажет, я перед этим говорю. Когда поворачиваетесь к народу, креститься не надо. Или к батюшке подходят, многие говорятся. Не надо креститься. Креститься там, где икона или что-то. Батюшка не икона. Притом каждый год одно и то же. Балбешки. Где показывать, ничего не надо. И стоит, написано, поклонимся. И батюшка считает, и так поклонимся. Стоит, руки сложены, не кланяется. Я говорю с человеком, который любит Бога. Который уезжает. Я бы ещё что-то сказал, но это ему уже хватит. Как в монастырь ездил, ты не видел этого? Когда много народу толпой стоят. Тут уже не алтаря, ничего нет. Лишь бы в храм войти. Но у нас-то всего только 21 человек было. На этой стороне стоят женщины. Здесь Надежда Васильевна что-то там маящит. Она не понимает жестов. Ребёнок упасть сможет. Она уснула. И она упадёт сразу на эту спинку. Она перерубит горло. Вот этот высокий стоит. Видно, что в прошлый раз он ставил в руках в кладешок. Сложился и рухнул на пол. Сознание потерял. Я так и обомнил. Если он ударился, а он высокий, вот такой вот, ударился горлом, а перед ним стоят стулья, которые торчат. Он перерубил сразу на себе горло. Уже не выпройте ещё. Пока примели чувство, кровь остановилась. Я теперь стулья эти перевинул от него дальше. Он сам подходит, перед ними стоит. Вы что, шумелые или что? У него братья здесь стоят. Но вы видите, с человеком уже случилась беда. Бог помиловал один раз. Как дядя у вас будет миловать? Я стулью передмираю, ему говорят, передми. Он так смотрит. Юноша, при том, за которым никакого греха нету. Это не блудник, не табакур. Вы разум отключили. Я стулью убираю, потому что упал один раз. Знамение. Второй раз упадёшь. Почему? Растёт быстро. И у него, как бы, у жира, не хватает кислорода. Падает, он подняться не может. Я говорю, понятно, что говорю? При вас это было. Видели это все. И что-то делают? Нет. Он опять стырается перед этими стульями. У которых спинка, стула детского. Вот одна фанелина. А он рухнул со всей силой. Ну полностью выстрелил. Пуля попала в сердце. И опять туда же резет. Я говорю, одного не посылайте пасти. Возьмите с собой то, что там на шателе или где-то. Не отпускайте одного, не купаться нигде. Уже случилась беда. Вы что, совсем ничего не понимаете? Бог дал жизнь человеку одну, дважды не будет. Нигде на лестнице не давайте ему сходить. Пока он не окреплен. Он не припадочный, ничего. Но это бывает. По молодому возрасте. Не хватает кислорода или что-то. Я говорю, прямо так, а, крохнул? Ты был в храме? Я что говорю, непонятно? Я сегодня размышлял о чем. Ребенок приходит. Сказал, а ей нравится лежать. Принесите раз в надушку. Пусть она лежит. Для нее это... Она глаза подняла, батюшку увитал, и он крепко дошел, калит. Ее молитвы на этом. Синюш, что спрашивать больше? Нет, чтобы она стояла. Это стоять. Я моя ща сядь. Она села. Я же Василий, ну, и все, и все. Крутят. Зачем? В греческой церкви стоят, церкви православной, стоят рядами с камней, со спинками. Все, и ничего нет. Иисус вошел, сидел. Павел вошел, сидел, написано, к нему подошли, у вас слово есть? Слово. У нас слова нету. Я православный, но я все время там, лист на богослужении. Что мы делаем? Бог везде дал человеку девять частей, а одну себе, одну. И Анзатаус говорит, великий пост, 365 дней. В неделе пять дней, которые постные, суббота, воскресенье, разрешается растительное масло. И семью пять, тридцать пять. А одна суббота пост на тридцать шесть. И священная, ну так, тридцать шесть с половиной. Десятина. Тридцать шестьдесят пять, перенеси запятую. Я никогда бы не додумался, но Бог, говорит, избрал десятину. Апостол Павел продлил слово. Не Дургию до утра, там лифтихи свалился в окно. Считаем мы. Ну юноша один, упал и разбился. Ну конечно, заволновались, подошел, упал и одушай его в нем. То есть она вернулась или не выходила. И продолжил слово. А юноша остался непрогрежденный. Присадь со второго этажа, рухнуть. Это не из рук. И он живой остался. Теперь смотри. А далее, когда наступило время прощания, они преклонили колени. И падали на выю. Выю шею Павла обнимали его. И говорили ему, до свидания. Как жаль. А он говорит, меня ждут узы, меня арестуют, меня бить будут. И в конце концов, меня убьют. Они дали. Сколько времени? У нас даже этого нет. Мы не можем с архиереем вместе выйти на берегу реки. Преклонили колено. Какая живописная картина. И далее подходят к архиерею обнимать. Мы можем кланяться только потерявшим колесам, когда он едет на своем поделаке. Но мы можем это понять или нет, что Павел 9 десятых посвятил людям до утра. И одну десятую Бог взял себе. Преклонили колено и все. В этом богослужении даже 9 десятых будет проповедь. Евангелие только так православие можно возродить. Возродить. Оно мертвое. Мертвое. Притом безраздельно мертвое. Нельзя ничего сделать. Кто бы ни пришел, стоит человек. Евангелие. Мужчина давно стоит. Он пришел песка купить. Песок купить церкви. Матери на могилку. Я говорю, подожди сейчас от Евангелия. А этот Иван долго будет кричать? Иван кричать? Это Евангелие считает. А я стою у порога. Покровский собор. Евангелие. И вот один такой человек. Крепкий, здоровый. Он ходил в церковь. Ну и стоит. Перечисляет. Ивана Василия, Никифора. Перечисляют, перечисляют. Кто они такие? Никто этих Никифоров не знает. А теперь журналист еще там под Мефистофеля. Он поедет в Иерусалим. Ему набрали 300 тысяч. И он там. Язычники. Притом беспробудные язычники. Где-то видно, что мы собирать. Записали. Да еще и деньги пришли. Или как. И он поедет. И там без денег. И он там просчитает не один. Люди будут помогать ему. Да Бог нас всех знает. Как облуплено. Мы еще не родились. Ни одного дня не было. Очи твои видели зародыш мой, когда две клетки соединились в утробе матери. Зачатие. Одна секунда, клетка клюнула. Все, прилипло. Будет мальчик или девочка. Я не придумал ничего. И видели зародыш мой. А это биомасса. Нет, это человек. И за время перестройки. У нас недели, недели два нашла перестройка. 20 лет. 120 миллионов абортов. В миллионах. Это государство большое. Сегодня у нас, говорят, 150 миллионов. Ну какие там, татары, узбеки, там все. Кому только нету. В Америке чуть ли не в два раза увеличило свое население за это время. А почему? Оттуда все бегут. А отсюда выбегают. Каждый год почти по миллиону теряется. Каждый год. А что сделает правитель? Ничего не сделает. Страна изжила себя. Гордились. Мы никого больше нет. С нами Бог. Вот с вами Бог. Там самовольская правда на развороте. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы сегодня было 650 миллионов. Полмиллиарда сатана сожрал. Измей. Миллиарда. А эти люди лишние были бы сегодня. За время перестройки. Юноши, молодые. Сейчас вам не служить декому. Девушки. Они не девушки. Они шалавы. Они не хотят рожать. Парни не хотят жениться. От села никакие материнские деньги не помогут. Не от денег защития, а от любви. Это все надо видеть, когда мы сюда приходим в храм. Вот она стоит, она кланяется. Сколько раз говорил. Соверши крестное знамение на среде. Сделай руку. Среди на лбах. Да, любой. Пуп где находится здесь. Помилуй меня, греши, перекрестись. И налево точно. И попались так, чтобы рука могла пол достать. У меня позвоночник. Еще вы кланитесь вот так по-сарабрячески. Как иудеи у стены плаща. Поклон, значит поклон. Она кланяется, она уже знает. Я ничего не прошу. Я просто рассказываю. Вы ответите за то, что я на вас время трачу. Ответите перед Богом. Сколько я уже раз об этом говорю. Людям не заслоняй с собой фигуру. Стой в стороне. Людям пусть видят, хотя болтают. Хотя бы это. Раз уж ничего не понимают. Евангелие берет священник. Считает. У нас по-русски. Тут можно понять. Вышел. Лицом народный батюшка говорит. Если человек и правильно, подает соблазн. Как Бог смотрит. А у самого косичка. Я не сужу. Я ему ни разу в глаза говорю. Зачем она тебе? Женская косичка. Зачем? Ночью обстричь тебя. Сколько я по интернету нареканий. Я у вас брат с косичкой. Написано. Бесчестие для человека. Бесчестие. А вон Ван Караштадский. Он за это ответит. Ты посмотри изображение иконы Яна Златоуста. Василия Великого. Подбокс называется. Вот так. Подстрижены. Нету? Ни у кого нету. Ты посмотри на пророков. Нету нигде. Это я говорю Павел. Там апостолы стоят. Подстрижены все. В Илариона Великого Раписа монахи. Каждый год сами себе даже и сами остригали волосы. Откуда вы взяли это? Ни откуда. Я рядом не могу ничего сделать. У батюшки загорается там на алтаре минора. Селесвещий. С той стороны с другой зажигает светильник. Я говорю. Зачем ты зажигаешь минора святая? Она в идеях везде сохранила светки. Вы же из Ветского Завета все взяли. Откуда ты взял два светильника? А вот они. Не могу, не могу пробить. Я в глухую стену стущу. От этого что зависит? Я не знаю. Что зависит. Один Бог знает. Я говорю, что нету. К миноре ничто не представляется. Почему? Потому что семь это полнота Божья. И так всегда было. На всех изображениях и везде. Где-то посмотри, даже не знаешь где. Семь. Семь светильников. Нет, девять. А во имя Троица? Во имя Троицы нигде нет. Показана полнота. Не надо придумывать. Ты в другом месте можешь. Кудей сищать. А в храме нет. Я ничего не придумаю. Понимаете как? Я томлюсь. Все время на благослужении. И кое-как одну проповедь батюшка просчитал. Я говорил, будет меньше двух проповедей, я выйду сразу проповедовать. Меня никто не запрещал. Я просто отошел, дал место. Я умею отходить. Писал стихи. Каждый день у меня стихотворение. 36 строчек. Раз раз отрезал, нету. Проповедил. Отошел, нету. Книги завал. В один день отрезал, нету. Сижу там, где сейчас на миллионы. 37 миллионов просмотров. Миллионов 37. Это государство. Притом государство очень большое. Кто-то заглядывает, кто-то смотрит, кто-то обращается. А у них нет интернета, они не интересуются. А зачем это? На Пасу нынче батюшка здесь запретил, а то не снимал. И так ахнул. Как ты имел право это сделать? Служба-то тебе не принадлежит. Ты можешь запрещать в комнате у тебя, в подвале. Я и там снимал у него. Я не сужу батюшку, это мой родной брат. Я просто ему передаю разговор. Как это было у нас. Притом я это неоднократно говорил батюшке. За все же отвечать придется. И отвечать за слово по слову его. 12.48 Евангелия Теяна. Господь, я не сужу слово, которое я говорил. Оно будет судить вас в последний день. Оно. Значит, по нему надо все время смиряться. Так или не так. Так или не так. Вся наша дуря-то сойдет. Ее не будет. Вот приедет сейчас к Головину. К Головину. Я все думаю, как говорить. Как его-то не тронуть. И нельзя не тронуть. Я обязательно должен сказать. А у него людей сколько. И по Богу ли идут. И куда идут. Это журналист. Каждый раз приезжает. Вальяжно сидит нога за ногу. На комнаты. Раздеты. И никто не говорит. А один раз врезался в нас. И по сей день не может запомнить все. Он не может. Потому что показали, что он никто. Он все для секс-индустрии. Женился да разводился. Курит. Курит по сегодняшний день. Какое-то крещение. Какое-то причащение. Ему это все. Как говорят. Да, Фени. Ему не надо ничего этого. Это его работа. Ему эти лайки нужно. Он сто тысяч набрать. Патриарху. Защитывая головину. Еще удурить это. Там решение уже вынесено. Как в мирском суде. И тысячи голов лягут. Но они свое дело сделают. А правильно или неправильно? Я говорю, я не сужу. Я знаю, что если мы любим Бога. Я любящим Бога. Призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Все. Вот меня посадили. Раз. Другое. Это мне благо. У меня такой опыт сейчас есть. Жизненный. Что во сне этого не видали. Я знаю, как ходить в камеру. Как себя вести ночью. С какими людьми. Как со следователем. С начальником тюрьмы. Самое трудное. Когда везут с одного места на другое. По этапу ведешь. Сверепствует. Ни перед кем не ответственный. Что хочет, может, делать с тобой. И в это время и Бог покоряет всех. Я разговариваю с людьми. Верующие и неверующие. Сидели, которые не слыхали такого даже. А как это так? Как это может так быть? Что камеру открывают. И два часа я проповедую. Они слушают. И запрещенные. И охранники. И граждан всякое. Уходят их, называют, дубаки. И вражды нет. Один ко мне заходил. Политработник. Придет. Среди тюремной одежды. Повесит свой китель. Там майор. Один говорит. Я шестой раз, говорит, уже сижу. Даже не слыхал такого. Опять придет. Сядет. Рассуждает. Пишет. Как это может быть? Никак. Это Бог делает. Я его не знаю. Я не могу его назвать. Но с кем я сидел, я постарался их найти. Где они живут, когда вернулся. И с родными поработать. Да кого не нужны? И вот, нужны. Семя брошенное. А как? Результат. Результат мне не дано знать. Сейте доброе семя всегда. Пожьешь, что посеял тогда. День жадный придет. Не замедлен. Пожьешь, что посеял тогда. А рядом, о страшное поле. Не враг ли посеял там зло. Колючей, опасной травою. Так густо оно заросло. А откуда вы это знаете? Из Ивагины. Я везде подчеркиваю. У меня нет никакого гуманитарного образования духовного. Никакого. Но я все время молюсь. Я прошу голову. Стоял сзади. Господи, сдвинет вот стол. Сторонку. Чтоб алтарь не закрывал. Не могу сделать. Бесновато разбегаю. Этого не могу. Кто-то начинает беспокоиться, озирается. А не как-то стоит. Он молится. Он к Богу пришел. А кто там и говорит? Что ты? Кринь. Зачем мне не нужно? Я отвечаю за себя. А за ликвей. Ну и когда уже не выдержал, паск-батечка пошел. Я уже целую конструкцию построил. Вот они незаметны. Незаметно я умер. А он беспрекословно выполнил. Но понял он или нет, не знает. Понял. Ну я знал, что ты. Зря бы ты не приехал сюда. Поэтому отпускаем с миром. Побыли. Помолились. Ко мне вопросы давать при всех. Недовольство. Главное недовольство, что мне вот это интересует. Геннадий Пихонович. Погромче. Геннадий Пихонович, вы сказали, что я еще не все говорю о тебе. А вы скажите побольше. Потому что мне это надо. Как бальзер на душах. Ну все наши недели. И вот несколько раз пересмотрели все, что было. Как говорил. И там, когда в лесу были. Это чего-то стоит. Вот так. Надо с человеком рядом пожить. Или чтобы запенилось у него. А ну вот и Геннадий такой. А вы ведь с ним поживите сначала. Слушайте его точно легко. А ты с ним поживи. А почему? А я ничего не требую. Я требую стопроцентной выживки. На меньшее не согласен. Сказано, обдумано. Легко. Многое не требовалось. Немногое. Так. Сядь на место. Сядь спокойно. Она не может. Ей надо лечь, встать. И поэтому она в храме сидит нормально. Только для того, чтобы научить сидеть ее в храме, это уже надо. Пусть сходит. Она готовится к школе. Она в храме прекрасно сидит. Видел? И поэтому. А то, не знаю. Я притаскиваю мне эту поговорку, а эту сзади. Она не спит, она не ударится. Будьте внимательны. Вот вчера ший день расследуем насчет сетки. Насчет разговора какой-то был. Он вчера просто на рога тебя поднимал. Вчера ший день. Нет. Ну, по милости Божьей, все обошлось. Приехали благополучно. Скажем, роботом говорил, у меня не касается вашей оценки. Я не ценю. Почему? Павел говорит, я и сам себя наслужил. Судья мне Бог. Я так понимаю и вижу результативность. Вот с детьми занимается как. Опусти ногу. Опусти. Ты понимаешь, у тебя короткое платье, тебе дальше все это. Нехорошо, береги себя. Я хочу ужинать уже. Так, ты хорошая девочка, очень образованная всего. Только не по-божественному. Вот так. Вот вчера что было, при том, кажется, раза три. В один день это слишком много. Для вас такому послушному. И все. Началось еще, когда мы там были. Что-то где-то. Я самый маленький. Если он делать, я потом ему выступаю. Теперь надеваю, теперь не надо. Почему в лесу? Ну, я уже говорил. Мы должны вести себя аккуратно, смирно. Сто процентное зрение. Потому что падают деревья. Сколько погибло. В лесу никаких накомарников ничего не разрешается. Ты должен успеть. Это у тебя секунда решает твою жизнь. Секунда. Я видел, как обучают молодых коней. Набрасывает лассо на швею. Потом постепенно гоняет, гоняет до упада. Златоуст говорит, голову привязывает. Не пить и есть, не дают, чтобы он из них мог. А потом запрягает телега, которая не такая, которая тонет. И где паханное поле, и туда телега-то тянет. И пищами его охаживают. Вот один говорит. Так, сядь спокойно. Не дергайся, пожалуйста. Под разными причинами... Успокойся. Закупили лошадей в Канаде. Больше сейчас пойду. Ну-ка, тихо. Ты это все записываешься. Ты потом будешь плакать, смотреть и скажешь, какая я была. Только помолчать требуется. Знания твои никакие. Я рассказываю дальше. Ну, когда лошадей, коров там, эта разница есть большая. Накупили лошадей в Канаде и кораблем везут. Кораблю. И куда? На мясо. И в казахи там любят другие. И пришел один отбирать. Я думаю, кобылка одна понравилась. Он посмотрел, как она бежит. Он ее решил взять. А она не покорила ее. К ней подходишь, она легается. Если она кобылу ударит вот в это вот, копытами, от этого ничего не останется. Он там волка сразу щелек ему раскроет, когда легает. Корова рогами. И корову босят, а лошадь босят сзади. И он ничего не может сделать. Она легается. А кто-то ему говорит, знаешь, тут есть недалеко цыганский табор. Вы с ними поговорите. Они очень хорошо в лошадях разбираются, как воровать, как продавать. Но есть среди них те, которые знают, как обучать. Ну, и он пришел и сказал, а там сразу нашли. А у них свой, там есть барон, арома. И вот он говорит, знаете, вот это вот, тут военные были. Они казармы оставили. Ты можешь, офицер, сделать так, чтобы эти казармы нам дали? Да конечно, все равно разрушаться будут. А разрушать не надо. Мы тут остановились. Чтобы нам дали. А мы тебе поможем лошадей. Он говорит, разговора нет. Он уже бумага какую-то написал. Пошел. И говорит, да все равно они нас снос. Цыганов дали. И он теперь берет длинный шест. А вот на шоссе вешается шар. Железный тяжелый шар с иголками. И он идет сзади. Как только взял, а она-то видит, его нету до суда. Он вот так вот поднимает. Она как зад-то сбрыгнула и все, зад проколола во всех местах. О, лошадь-то раз в другой, она уже боится. А где-то никого нет. Она не видит этот шар-то, который висит-то. Это надо знать. А как она меня полюбила-то? Я хочу ее, чтобы он кавалерист, лошадь, которая тебя спасет. Это посложнее. У тебя вино есть? Бутылку покупай кагору. А зачем? Кобылу угощать будем? Так вы что? Ну, ты учиться хочешь или учить? Нет, я учиться хочу. Ну, давай так. Мы ее будем пороть. Потом повалим ее, а она будет брыкаться, она не встанет. И в это время вы подбежите, и ласковым голосом начнете звать, как она? Вороная. Вот вороная, вороная меня. И быстро ей в рот вливайте вино. Вот надо же знать это все. И так сделано. И она к нему сразу расположилась. Он спаситель, он спасает, он дает ей вино, у нее в голове закружилось. Там жрецы, наверное, лавиной пошли. Я когда считал, думаю, животное, как приручить? А это вот я бы сейчас спросил. Как-то мой муж мог тебя не оценить. Почему случился развод. И дальше, как он тебя оценил, когда женился? Я сегодня работал с тобой, иногда взглянул на тебя и думаю, ты должна была так все решить. Какая цена, тем более так жить по твоей комнате после развода, это очень-очень непросто. Тем более, команду и дочь взять или не взять, вам нужна усиленная помощь молитвы. Вы меня понимаете? Вот так. В биографии меня уже заинтересовало. Какое самое ценное качество в вашем муже? Вы, может быть, виноваты. Может, надо подумать хорошенько. Да, возможно, простить где-то в чем-то. Сама все это подумает. Бывает, ты где-то заезд женщина. А хоть такая, хоть разведенная, но зато вольная. Но это, опять-таки, один дура. Больше ничего не скажешь. И мужика этого ты забубила. И сама погибла. Зато он говорит, и о Василии Великий об этом пишет. Развод может быть из-за неверности. А лучше не разводиться. И дальше перемирится. И говорит, и видно будет. Седина в городу, а в весе в ребро. В весе в ребро это женщина. Он смотрит на другую женщину. Уже борода седает. Еще нельзя. Сейчас же, сейчас прям в 73 года живился. В какой раз я известно. И показывает где-то. Под 80 минут с у нас ходит. Вот. И все это взялись неоднократно. Ничего не делай. Пока только молись. Если будет у нас отношение хорошее. Подойди так где-то. Мы отдельно поговорим. Не для записи. Просто так. Может быть я какой-то сумею вам дать совет. А может быть. Он знает, что вы сюда едете. Поди меня уже там. Он во всей лопатке кастерин. Да? Да. Вот. Познакомить может быть надо. Чтобы в интернете посмотрел. Заинтересовать его как-то. А дальше уже будем думать. Не забывайте. У вас связующая эта дочка. Вот. Ну. Сварцеват нашелся. Да как угодно. Я знаю только что. Христос пришел соединить. Не разъединять. Нигде. Нигде этого нет. Мы как виноградные кисточки. Ягоды. Вот видите ягоды. Яблоко здесь. Яблоко там. А виноград настолько куча. Берешь и не видно какой где-то есть. Вот это. Говорят. День троицы. То другое. Совершенно неправильное название. А вы как? Ну я говорю так и понимаю. Как? Господь говорит. Создам церковь мою. Врата на недалеке. Создам. В будущем. И он и создал. Создание церкви. Вот как надо назвать. А троица она уже и на Иордании была. Дух Святой. В виде голубя. Отец Небесный сказал. Сын мой возрывный. Что скажет. Делайте. То есть и на горе преображения. То есть это неоднократно. Создание церкви для иудеев. И вторая половинка открывается. Десятая глава Корнилия. Для язычников. Для нас. Конечно. Для нас Корнилия день никак не отмечается. Но он даже более значимый для язычников. Чем первый. Я говорю с поправкой. Для нас язычников. Что и мы язычники имеем доступ к благодати. Вот мы это все должны иметь перед собой. Дорогой мой. Я благодарю вас, что приехали. Работали. Мне все нравится. Но вчерашний день он что-то в вас высветил такое. Что вы если когда-то поймете. Вы сдурогнете даже задним числом. Я никогда не думал, что во мне такое есть. У меня один раз было так. Надо менять билет. Мы остановились. Оказывается, московскую. Остановку засчитали. На пути можно и кодосовку делать, когда поездом едешь где-то. В это время поезд отходит. И ее нету кассивши. Мы ничего не можем сделать. Пропадает билет. А на билет взятый на всю дорогу. И я никогда за всю жизнь мата не говорил. И не говорил. А сказал в черном слове. Куда я черный вынес-то? Я тут же. Уже билета. Еще не надо. Пошел плакать. Как это слово-то? Сатана подловил на моменте, когда все теряется. Или нет. А в это время. Остановился поезд. Никто не останавливал. И мы сели. И она успела нам закомпостировать. И мы сели. А дальше будет встреча за встречей. Идем наш вагон второй. А мы сели в пятнадцатый. Приходили через ресторан, который посредине есть. И женщина открыла. А сзади идет. Саша говорит. Спаси Христос. Мы-то закрыли. И дальше не видим. А в это время. Женщина там. Директор ресторана. Где Христос? Да вон Иисусики пошли. И вот она нас пригласила. В ресторан. И как бы я пропалил в этот день четыре часа в ресторане. Это целая история. Дорогая. А если бы мы не опоздали там. Но так бы не было. Ничего бы не было. А что вы? С чем вас облагодарить? Да не надо еще обеззнариться. У нас батюшки ехали. А с простой недели. Батюшки сидели. Пили. Гуляли тут. Ели котлеты. А мы едим еще. Вы говорите. Можете здесь нечищенную картошку сварить. Такая, чтобы не развалилась. А как бы с сыром. Так успокойся. Выспалась с сыркой теперь. Его же. Ваш на место. Да, понимаешь, ты остановись. Ваш на место. Останимся за стол. К слову. Слово просит. Да, ты малыш. Никакого слова нет. Садись. 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 По слову Божьего. Аминь. Здесь есть. Это моя окошка. Я, ты малыш. Ты думаешь. Как вы скажете.